Здравствуйте! В эфире прямой разговор в студии Олеся Акинфеева. Человеческая стопа несет на себе колоссальную нагрузку, позволяя человеку свободно передвигаться в пространстве. Поэтому нам нужно серьезно относиться к здоровью наших ног. Что делать, если произошла деформация стопы, к какому врачу обратиться? На эти вопросы сегодня мы и найдем ответы. У нас в гостях Рудольф Шихудзинов, руководитель Центра малоинвазивной хирургии и голеностопного сустава. Рудольф, здравствуйте! Здравствуйте! Рудольф, у вас солидный медицинский стаж уже, да, более 10 лет, но как давно вы занимаетесь именно вот этим узким направлением деформации стопы? Именно малоинвазивной хирургии переднего отдела стопы я занимаюсь примерно 10 лет. Почему это направление выбрали в качестве специализации? Что подтолкнуло? В качестве специализации, конечно, изначально я выбрал травматологию и ортопедию, потом мне стало интересно хирургия стопы, деформации стоп. Как-то бывав за границей, я видел, как хирурги малоинвазивно исправляют деформацию переднего отдела стопы. Для меня это показалось очень интересным, потому что в нашей стране это практически не делается. А есть там 3-4 доктора во всей России, которые занимаются малоинвазивной через кожную хирургией стопы. Я подумал, что это перспективно, это как бы, ну, интересно. И очень много плюсов именно вот этой малоинвазивной методики. То есть вы стали перенимать зарубежный опыт? Зарубежный опыт и опыт наших коллег, которые тоже как бы уже занимаются именно такой хирургией. Рудольф, давайте вы нам разъясните с медицинской точки зрения, но на таком доступном, понятном, а простому человеку языке деформация стопы. Вот что это такое? Тем более у вас есть вот тут макеты стопы. Что происходит? Это кости смещаются? Это они как-то видоизменяются? Что это? Я хочу в частности рассказать именно про деформацию переднего отдела стопы. При деформации переднего отдела стопы, зачастую это и деформация самих костей и мягких тканей, соединяющих эти кости между собой. Допустим, при дисплазии соединительной ткани, врожденной дисплазии, происходит распластывание переднего отдела стопы, при этом кости сами не деформируются. Просто увеличиваются углы между плесневыми костями, тем самым распластывается стопа. То есть это можно заметить и самому, да? Это не обязательно специалисты обращаются? Да. Также, когда уже деформация прогрессирует, появляется деформация, изменение самой структуры кости. Допустим, именно вот на этом манекене мы видим наличие экзостоза. Экзостоз – это такой нарост на кости в области головки первой плесневой кости. Так, почему он появляется? Он появляется, потому что стопа пытается адаптироваться. Экзостоз появляется вследствие того, что передний отдел стопы распластывается, стопа становится неустойчивой, и организм хочет компенсировать эту неустойчивость, и поэтому появляется такой нарост экзостоз. А, ну чтобы, грубо говоря, просто устойчиво стоять, да, человеку? Ну, фактором, приводящим к деформации переднего отдела стопы, является рождённая дисплазия соединительной ткани. Может быть, деформация приобретённой? И в каких ситуациях? Приобретённой может быть, это часто бывает у женщин, которые любят носить обувь на высоком, узкую обувь на высоком каблуке. Это приводит к таким же деформациям. То есть это 100%? Если женщина всё время на каблуках, в узкой модельной обуви, значит, рано или поздно у неё будет деформация стопы или нет? В большинстве случаев да. Если, допустим, есть предрасполагающий фактор, если есть дисплазийственная ткань, то это неизбежно. Деформация может быть наследственной? В основном она наследственная. В каком возрасте вот у ребёнка уже можно заметить деформацию? Примерно в 3 года. Ну вот у детского ортопеда чаще можно услышать там, есть плоскостопие или нет. Это относится к категории деформации стопы плоскостопия или нет? Плоскостопие – это тоже деформация, но есть физиологическая плоскостопие у маленьких детей. А есть то, что деформация, которую нужно исправлять какими-то другими методами. Поэтому, если есть какие-то подозрения или, допустим, ортопед детский говорит, что у вас плоскостопие, он не будет человека направлять на операцию, да, там как минимум до 3 лет будут за ним наблюдать, и потом уже вносить какие-то решения по поводу лечения. Давайте ещё раз уточним. Деформацию стопы вот так со стороны всегда можно увидеть не специалисту? Деформацию стопы со стороны можно увидеть, да, не специалисту, я считаю, всегда, если она деформирована. Но, конечно, это не на начальных стадиях. На начальных стадиях можно не обращать на это внимания. Как вы диагностируете деформацию стопы в той или иной степени? Это нужно УЗИ, рентген, либо вот просто осмотр, прощупывание костей? В основном это осмотр, это рентгеновские снимки обязательно выполняются в прямой боковой проекции под нагрузкой. Какие на сегодняшний день существуют методики лечения? Это самое главное, в общем-то, для чего мы вас пригласили. Потому что очень многие боятся этих операций, кажется, что это страшно, потом вообще не наступят на ногу. В частности, я выполняю такие операции под проводниковой анестезией. Сразу разъясняйте, что это за анестезия? Проводниковая анестезия – это когда укол выполняется в нижнюю треть голени и блокируется чувствительный ветвей нервов, а двигательные не затрагиваются. И во время операции человек не чувствует стопу, но двигать пальцы может. А и он в сознании? Он в сознании, да. И, следовательно, через 4 часа после операции он может надеть специальную обувь и быть активизирован, и даже пойти домой. 4 часа всего лишь? Да, через 4 часа после операции. А что за специальная обувь? Специальная обувь для разгрузки переднего отдела стопы. Рудовь, после операции в специальной обуви как долго нужно ходить? В специальной обуви нужно будет ходить, смотря от степени деформации, смотря от объема операции, от 5 дней до 6 недель. И больше никакой дополнительной реабилитации не требуется? Дополнительной реабилитации не требуется. Все упражнения, физкультуру, какая понадобится, я как бы это все могу. Ну, всем пациентам подробно рассказываю. То есть, если человек ранее ходил на фитнес, буквально через некоторое время, он может продолжить все занятия, те же самые нагрузки. Или нагрузки все-таки уменьшаются? Нет, не уменьшаются. Почему? Я думаю, когда деформация стопы устранится, то человек может... То есть, наоборот, он почистит легкость, да, и может... Ну, да. ...больше даже заниматься. Вы сказали, швы не накладываются, то есть их вообще нет? Там просто точечки и все, да? Накладываются, да, потому что проколы размером 2 мм, поэтому зачастую не приходится накладывать шов. А, то есть, хирургический пластырь, ну, как я представляю, да, правильно, да? И все, и через некоторое время он снимается и все заживает. Операция делается под рентген-контролем. Да, под рентген-контролем. Традиционно для исправления деформации переднего отдела стопы выполняется разрез, скальпельный большой разрез, продольные опилы, плюс него гости, фиксация множественным количеством винтов. Я выполняю такую операцию через небольшой прокол. Через небольшой прокол проводится вот такая фреза. При помощи этой фрезы, ну, или бора, убирается экзостоз на рост, который есть на стопе. Но он как-то срезается или как-то... Спиливается. Спиливается, да, и через это же маленькое отверстие удаляется. При помощи этого инструмента, вот этот экзостоз костный, он превращается в костную крошку. Ее легко эвакуировать через этот небольшой прокол. Потом, при необходимости, через этот же небольшой прокол кожного покрова, выполняется распил шейки плюсьевой кости. Головка плюсьевой кости смещается чуть-чуть кнаружи и фиксируется при необходимости винтом. Тем самым первый палец выравнивается, и шишка вот эта устраняется, экзостоз. Однажды, сделав такую операцию, пережив ее, можно ли гарантировать, что больше нароста не будет? Ну вот именно малоинвазивной хирургии стопы, которой я занимаюсь, при ней ослаждение возникает меньше. Потому что нету больших разрядов кожного покрова, значит, как бы рана намного меньше, воспаление меньше, болевого синдрома меньше. Ну и как бы после операции нету там большого рубца, не остается, и следы от проколов практически не видны, и это дает очень хороший эстетический результат. Рудович, ну смотрите, а потом наблюдаться у вас необходимо? Вот провели операцию, 4 часа, поехали домой. Да, через 2 недели я всем своим пациентам говорю, чтобы они пришли на повторный прием. А пациентов, которые приезжают издалека, я как бы консультирую дистанционно, они отправляют мне фотографии своих стоп, фотографии рентгеновских снимков. Вот таким образом, в основном. Я думаю, что это все зависит от техники выполнения операции. Если операция сделана хорошо, то не будет деформации. Но для профилактики все равно придется как бы реже носить обувь на высоком каблуке. Я так понимаю, в разговоре, что женщины чаще подвержены такому заболеванию, как деформация стопы. Чаще женщины, да, потому что проводились исследования, и, допустим, один из китайских ученых, он наблюдал за близнецами, за девочкой и мальчиком. Вот. У них, у обоих врожденная дисплазия среди ткани была, и вот у мальчика ничего не произошло с стопой, а у девочки она деформировалась. Вследствие того, что она носила узкую обувь на высоком каблуке. А вообще дети, насколько легко переносят подобные операции? Зачастую детям нет необходимости выполнять операцию на переднем отделе стопы. Так, а что детям тогда требуется, если поставлен диагноз? В основном халюкс вальгуса у детей не бывает. Ну, я, по крайней мере, не сталкивался с халюкс вальгусом у маленьких детей. У маленьких детей это плоско-вальгусная деформация переднего отдела стопы, которая впоследствии может привести к деформации на переднем отделе стопы. А, то есть хирургическое вмешательство, если у ребенка поставлен диагноз, не требуется. Только взрослому человеку. Да. Детям приходится выполнять какие-то оперативные вмешательства в основном. Но в большинстве случаев это когда есть плоско-вальгусная деформация стопы. Это когда свод стопы уплощен. Тогда делается операция, которая называется артрейрес. Делается так, чтобы появился вот этот вот свод. Вот. Специальный винт под таранный сустав вот в эту область. И тем самым формируется вот эта продольная арка стопы. Вдовь, давайте вы все-таки подробнее расскажете про виды деформации. Потому что, насколько я поняла, мы пока коснулись только одного вида, да? Ну да, халюкс вальгуса. В переднем отделе стопы мы можем иметь такую деформацию, как халюкс вальгус, про которую я уже говорил. Также молоткообразная деформация пальцев. Часто это бывает молоткообразная деформация второго пальца. Из-за чего? Почему он может так согнуться? Вследствие того, что первый палец отклоняется к наружу, для второго пальца становится меньше места, и он начинает деформироваться. Тем самым сухожилие разгибателя пальца сокращается. И оперативным путем малонавазивное тоже устраняется. Удлиняется сухожилие разгибателя пальца, и тем самым палец выпрямляется. Также в переднем отделе стопы мы можем иметь такую патологию, как метрозалгия. Болезни на натоптыши под головками второй, третьей, четвертой, пятой плесневой кости. Это тоже от каблуков, полагаю, да? Это тоже от каблуков, ну и из-за распластывания переднего отдела стопы. Допустим, у мужчин тоже бывает такая же патология, но намного реже. Также в области переднего отдела стопы мы можем иметь такую деформацию, которая называется деформация Тейлора, или деформация портных, когда появляется болезненный отек, болезненная шишка, грубо говоря, в области головки пятой плесневой кости. Ну, это зеркальное отображение, вот такой деформации, которая называется халикс вальгус на первом пальце. Здесь также через маленький прокол выполняется распиливание шейки плесневой кости. Шейка плесневой кости смещается кнутри, и пальчик выравнивается. Ну, это вот деформация, которая чаще всего встречается в этой области. Как вообще можно к вам попасть на прием и на операцию? Вот как найти вас? На прием можно связаться со мной, можно по телефону, который вы сейчас видите на экране. Я всегда охотно отвечаю, и если я буду, допустим, занят, буду в операционной, то ответит мой помощник и все подробно объяснит. Рудольф, вот сейчас очень многие врачи говорят, что заболевания почти все молодеют. Деформация стопы относится к тем заболеваниям, которые появляются у 20-30-летних? Я считаю, что да, это все связано с модой. С модой на обувь? С модой на обувь, да. Какую обувь вы посоветуете категорически не носить? Вот, может быть, мы вас сейчас услышим и поменяем свой гардероб. Категорически не носить, как бы я такого не буду говорить, потому что всем девушкам, ну, многим нравится ходить в красивой обуви на высоком каблуке. Но в повседневной жизни, я считаю, вот от них нужно отказаться. Если, допустим, человек идет там в театр, или в кино, в ресторан, как бы, ну, можно надеять, да, там раз в неделю. Сделать это повседневную обувь, я считаю, что не стоит. Каблук, допустим, для повседневной обуви должен быть примерно 3-4 сантиметра, а не там 7-8. Ну, 7-8 можно иногда. Ну, да, можно иногда. А вообще какая вот такая высота, ну, я не знаю, очень опасна для стопы? Очень опасна? Да. Ну, больше 4 сантиметров. Это уже считается опасно? Ну, бывают же такие ситуации, что женщины кардинально меняют свою обувь и полностью переходят на плоскую. Это правильно или нет? Плоская тоже неправильно. Тоже неправильно? 3 сантиметра оптимальная высота каблука. А если ты все время бегаешь, все время на ногах, давать ногам отдохнуть как-то, в какое-то положение класть? Вы даете профессиональные советы? Просто как бы давать отдохнуть, чтобы, мне кажется, нормальной стопе, которая не имеет никакой патологии, как бы не приходится давать отдохнуть. Ну, что-то такое делать, потому что, как бы, она вас не должна беспокоить. А если вам приходится давать отдохнуть в стопе или еще что-то, какие-то другие манипуляции проводить, или снять обувь для того, чтобы вам стало комфортно, ну, очень. Бывает, а если такая патология, которая называется невром Мортона, когда воспаляется нерв между головками плюсеневых костей, и вот тогда пациенту часто хочется прямо снять обувь, как только он снимает, и ему сразу намного становится легче. А это как лечится? Это лечится тоже оперативным путем в основном. Но, конечно, всегда мы никогда не говорим, что вот экстренная ситуация, нужно прямо сейчас вас оперировать. Это не аппендицит, и перитонита не будет. Поэтому вначале пациент лечим консервативно, физиопроцедуры, противовоспалительные препараты, мази, ортопедические стельки, индивидуальные. Именно индивидуальные, чтобы они изготавливались под конкретную стопу. Если в течение какого-то времени болевой синдром не проходит, выполняется оперативное вмешательство через небольшой разрез по тыльной поверхности стопы, выполняется доступ к этому образованию. Эта неврома удаляется, и мягкие ткани зашиваются в основном косметическим швом, который практически потом тоже уже не видно. Что показывает ваша практика работы? Чаще обращаются, когда уже совсем не в моготу, адские боли, или когда вот только заметили, что это не там? Чаще всего обращаются, или когда прям очень выраженная деформация, или когда только начальный этап этой деформации. С чем это связано, я не знаю. Но, допустим, молодые девушки чаще обращаются, когда деформация незначительная и не вызывает болевого синдрома. Пожилые женщины обращаются из-за того, что им уже как бы неудобно даже ходить в повседневные обуви. Они не могут подобрать себе обувь нормально. Можно ли запустить заболевание до такой степени, что уже и хирургическое вмешательство не поможет? В любом случае есть методы, которые хоть как-то могут помочь. И в основном это всегда оперативное вмешательство. Но смотря, конечно, какая патология, если, допустим, выраженный сахарный диабет, и мы всегда, допустим, рискуем, выполнив оперативное вмешательство, получить потом воспалительные явления, осложнения, тогда, конечно, это все сводится к физиотерапевтическому лечению, к специальной диабетической обуви. То есть все, что связано с деформацией стопы, безвыходных ситуаций не бывает. Все равно можно найти какой-то метод, какой-то препарат и так далее, да? Ну, я считаю, что да. Ну что ж, Рудольф, мы вас благодарим за то, что вы нашли время, приехали к нам на студию, рассказали действительно об уникальных методиках лечения деформации стопы. Вот лично для меня очень много информации было новой. Я надеюсь, что нашим телезрителям, кто страдает давно и чувствует боли, теперь появится путь избавления от них. Спасибо вам и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова